Это кадры оперативного видео. Десятки печатей, документы на разные имена, серая бухгалтерия. Офис, где создавали фирмы-однодневки. Эти же люди уводили от налогов миллионы рублей. Теневые банкиры ежегодно наносят экономике России огромный урон. За 2018 год ущерб от коррупции составил более 65 миллиардов рублей. Это наполовину больше, чем в прошлом году, констатируют в Генеральной прокуратуре. В Оренбургской области только в прошлом году закрыто 68 таких компаний. В селе Кондуровка Саракташского района члены одной семьи, там мать, сын, сестра, тетя, зарегистрировали на себя несколько юридических лиц. И оборот данных юрлиц составлял более 150 миллионов рублей. Аналогичный случай в селе 9 января. Там также семья зарегистрировала на себя тоже несколько юридических лиц. Но там оборот составил уже почти полмиллиарда рублей. Зачастую люди осознанно идут на риск, считают специалисты. Легкие деньги – слишком большой соблазн. Не останавливает и реальная ответственность номинального директора. До пяти лет лишения свободы. Уголовное наказание грозит и тем, кто попытается оформить фирму на подставное лицо или пользуется чужой цифровой подписью. Если вас приглашают оформить эту ЭЦП и говорят, что не переживает, нужно очень четко понимать, для чего это делается. Потому что ей могут пользоваться уже неоднократно и не беспокоить директора номинального до поры до времени. А потом он окажется соучастником преступной группы. Не доверять свои паспортные данные незнакомым людям, не подписывать сомнительные документы. Налоговые инспекторы предупреждают об ответственности. У психологов давно сложился определенный портрет номинального директора. Люди с низкой социальной ответственностью – малообеспеченные пенсионеры или безработные. Группа риска. Обладая такими качествами, без ответственности, неумением рассчитывать немножко вперед, что будет. И плюс вот это вот полагание на чудо, что у них все будет гладко. Вот. Приходят такие фирмы. Ну, еще, знаете, ведь они думают, что ничего делать не надо. Раз – и заработал деньги. А по факту денег им, как правило, не достается. Фирмы-однодневки создают для уклонения от налогов или вывода средств за рубеж, заявляют специалисты. Как работает эта схема? Компания А переводит в фирму Б некую сумму денег по фиктивному договору. Затем ликвидируется. Чтобы доходы стали больше, а схемы запутаний, компании Б создают много. Так налоги от прибыли не поступают в бюджет государства. Ольга Энгельс, Маликаджу Малеева, Георгий Бурлубки. Новости дня.